Добрый день, уважаемые друзья и подписчики YouTube. Сегодня хочу показать, как жарят карасей по-якутски. Это пища самая уважаемая в Якутии. Даже эвинки любят все карасей, жарить карасей. Сейчас я покажу, как... Вот, видите, карась уже, чешую я снял с него. Вот смотрите сейчас, как вытаскивается жилочь. Вот она, жилочь вот такая вот, посмотрите. Сейчас. Вот тут толстая кишка оттуда идёт. За его берётся вот так вот. Вот на этой кишке жилочь всё. Вот так. Зимний карась вот так вот делается. Вот она, жилочь. Видите, вытащил. Большая такая. Так, вытекли. Всё, жилочь вытащил я. Посмотрите, жилочь удаляется вот таким способом, кто это умеющие люди. И вот сейчас я их подсолю чуть-чуть. Вот смотрите, караси уже готовы. Я удалил с них желочь. Карась жарится с потрохами. Вот перед жаркой его сухими вот ложат вот такую мисочку. И посмотрите, примерно хотя бы минут 30, час она должна просоленная быть. Вот так вот перед самой жаркой, и должна даже с часик полежать тёплая, в тёплом месте, вот смотрите. Тогда прекрасной караси получается муку не ссоришь. Некоторые муку всегда ссорят. А вот научили меня, это старики в основном, тут вот, которые рыбачат, они говорят, желательно её, говорит, вот так вот просаливать. Подсолил чуть-чуть и всё. Ну вот, сковородка нагрелась. Я начну жарить рыбу. Она подготовилась уже, подсолилась. Её только вот в муке надо вывалить и ложить на сковородочку. Ну вот, 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 вот. Кому? Угу. 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 Вот, смотрите, рыбы, где жарят. Сейчас повернем в другой бок. Вот это поворачивать сковородку специальные. Вот, смотрите, как шкварчат карасики. Сейчас они уже будут готовы. Вот, смотрите, поворачивает. Ну, в краю сковородочку на печечку поставил, чтобы не сгорели, не пережарили. Вот, на самом краю печку, где их затапливается, стоит. Вот, смотрите, добрый день, уважаемые, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики YouTube. Сегодня мы нажалили карасей, крупных, среденьких, вернее, карасей. Сегодня баня помылись, Пётр Романович. Чем? Ну вот, садимся кушать. Обмывай, Петя, давай, баню. Так, достанем карасика сразу. Ну, во время войны жители, вот, Ломгиинского района и многие жители Мегина, Конголасского района, выжили за счет карасей вот этих вот. Карасей во время войны многих мужчин призвали в действующую армию. Женщины одни остались, Елкины. И ловилось, карасей ловили на озерах. Это и за счет карасей выжили многие люди, дети выжили. Вот это хотелось бы рассказать. А в Якутске даже поставили памятник карасю. Потому что во время войны много людей благодаря карасам выжили. Карас очень вкусная рыба. Во время войны мать была, ей 16 лет было, с отцом ездила. Охотники были. Лучшие охотники республики, орденоносцы считались. В Алданском районе семья Карамзиных орденоносцев. Все были на ВДНХ, потому что встречались в Якутске. Степан Карамзиных орденов сказал, что часто видел в Николаевых. А потом даже на ВДНХ отправили всех. Благодаря карасям и белкам. Мать мне рассказывала часто, когда мы маленькие были. На охоту, когда заезжали, это осенью. Они в район ездили свой. Получать продукты. Их по наряд заданию отправляли. Мягкое желто добывать уходили. Планы были большие. До тысячи белок убивали. Лучшие охотники. Один человек. Насчет белок. И вот Карамзи мне рассказывал часто, Роман Дмитриевич. В день 37. До 50 штук в день убивали некоторые лучшие охотники республики. Брчатники. Вот это бы хотелось рассказать. Вышли кадровые охотники. Которые отправляли на добычу мягкого золота. Выдавали под будущую пуснину. Авансировали продуктами, мукой и боеприпасами. Выдавали боеприпасы. На речке рыба-то была. Рыбой в основном питались. Мужчин мало. У которых мужчины были. Те с мясом были. Ммм. Объедение. Да? Вкуснятие. Да. Вот я с потрохами всегда варю. Вытаскивает только жилочь. Ну, до встречи, до следующих. Всем приятного аппетита. Мы уже начали обедать. До свидания. До следующих встреч на YouTube.